Утро сотрудников военкомата началось с рейда. Ловили уклонистов. Причем довольно необычным способом у входа в общежитие Политехнического университета. У всех парней, заходящих и выходящих из здания, спрашивали курс и фамилию. Если оказывался в списках, то сразу задерживался. Сразу началась суматоха. Большинство даже не понимали, что происходит. Ведь формально они числятся все еще студентами университета и призыву не подлежат. Мне позвонили, сказали, что в нашем общежитии, получается, в холле стоит несколько ребят в военной форме и забирают наших еще студентов, которые еще учатся, еще не защитили диплом, которые только должны были. Меня попросили спуститься, пофотографировать и посмотреть ситуацию. Когда же студенты стали фотографировать и снимать все происходящее, в их сторону сразу же посыпались угрозы. Теперь, подожди, еще раз снимешься и все обучаться. Что будет? Тебе отвечают. Ты мне задолго запомнишь. Тебе обещают. Ты мне задолго запомнишь. Аналогичная ситуация происходила и в аграрном университете. Вот только представиться работники военкомата почему-то не смогли. На любые просьбы и вопросы студентов, откуда они и почему их забирают, ответа не было. Они меня попросили представиться, я отказался, потому что они тоже себя не назвали. Ничего подобного себе они не сказали ни с кого военкомата, ни какая призывная комиссия, ни по поручению, по распоряжению начальника призывной комиссии. В результате такой облавы часть студентов не попали на сдачу госэкзамена или защиту диплома. Причем забирали почти всех четверокурсников, иногда не обращая внимания даже на гражданство. Украинский офицер предложил мне, гражданину России, а служить в украинской армии и аргументировал тем, что мне это никто не запрещает и обещал, что меня заберут. Для руководителей вузов приход военных тоже стал неожиданностью. Их никто не предупреждал о происходящем общежитии. Они узнали по факту от своих же студентов. Нет, мы не знаем никаких мер, которые принимают военкоматы для того, чтобы забирать детей. Тем более сейчас идут защиты. Это интересная информация. Военкомате Приморского района уверяют – действовали на основании распоряжения командующего сухопутных войск. Как оказалось, во всех областях Украины сейчас идет внеочередной призыв. Ему подлежат все молодые люди, чей срок обучения в вузах оканчивается 30 июня. Все, кого сегодня задержали, были доставлены для прохождения медкомиссии. Более того, по их словам, еще в начале месяца во все вузы были высланы повестки. И даже получили ответы, что они были розданы. Вот только студенты почему-то не явились. Пришлось действовать своими силами. Действительно, такой призыв раньше никогда не проводился. Он внеочередной планируемый призыв. И почему-то он только специализируется только на Национальной гвардии Украины. Поэтому, конечно, для юношей, которые заканчивают, такого никогда не было. Все привыкли осенний, весенний призыв. А тут оказался летний призыв. Студенты, которым сегодня пришлось незапланированно провести день в военкомате, не намерены оставлять эту ситуацию без внимания. И уже планируют в ближайшее время писать заявление в областной военкомат. Если тебя куда-то заставляют ехать, то на это должны быть основания. То есть, по крайней мере, документальные. Мы еще живем в стране, где есть демократия, где правят документом, а не силой. Поэтому все должно быть адекватно. После прохождения медкомиссии студентов обязали подписать бумагу о прибытии в областной военкомат для повторной медицинской комиссии. Если же они окажутся годны, то будут призваны на службу в Национальную гвардию. Такой вот горячий призыв. Не успеваешь выпуститься, а тебя уже приглашают на службу.